Урегулирование кризиса на юго-востоке Украины стало одной из тем интервью Дмитрия Медведева телеканалу Евроньюз. Премьер отметил путь к нормализации обстановки в полном выполнении договоренностей, которые были достигнуты год назад в Минске. Донбасс значительную часть того, что было намечено, выполнил. Теперь дело за Киевом. Сейчас важнейшим является политическое и юридическое решение тех задач, которые вытекают из минских соглашений. Кто за это отвечает? Ну, естественно, Украина. Если Украина считает юго-восток частью своей территории. Это их правовое поле, это их компетенция, это их полномочия. Это полномочия президента, парламента и правительства Украины. Во имя будущего Украины они просто обязаны это сделать. Это прямая обязанность руководителей президента Порошенко, правительства Украины и парламента. Найти компромисс, достигнуть конституционного большинства, поменять конституцию, начать применение ранее принятых законов. Все это в их компетенции. Зашла речь и об отношениях России с Западом. По словам Медведева, нашим партнерам нужно набраться мужества и объявить конкретное число, с которого будут сняты санкции, введенные против нашей страны. Это решение, отметил премьер, было бессмысленным. Об этом говорят и просьбы о разморозке ограничений, которые постоянно поступают в Москве. Глава правительства подчеркнул, наша страна готова выстраивать продвинутые отношения и с Соединенными Штатами. Сейчас двустороннее сотрудничество, по его оценке, практически разрушено. Затронул Медведев и кризис в Сирии. Глава российского Кабмина прокомментировал заявления некоторых зарубежных политиков о возможной наземной операции в этой стране. Это, по его словам, может привести к полноценной затяжной войне, в которой никто не заинтересован.